Любовь и уважение к родине. Такие чувства воспитывает в своих учениках школа мужества. Уже 35 лет учреждение выпускает подготовленных, сильных духом, готовых служить на благо отчизни курсантов. Накануне школа отметила юбилей. Как прошло мероприятие, расскажут мои коллеги. Гимн Российской Федерации курсанты школы мужества знают наизусть. Кроме того, они прекрасно умеют управляться с огнестрельным оружием и защищать себя в рукопашном бою. Поэтому их учат с первого дня поступления, а многие обучающиеся после окончания всех курсов остаются в родной альмаматор для передачи своих знаний подрастающему поколению. Сейчас занимаюсь также в школу мужества. Ей помогаю. У нас сейчас идет ремонт, показательные выступления. Буду командировать взводом. Ну и так, и учусь. Школа мужества первая и единственная в своем роде во всей Иркутской области. По ее прототипу создают дополнительные курсы и специализированные классы в образовательных учреждениях. Например, Кадетский в школе номер 11. Мы занимаемся настроем подготовки, разборкой, сборкой автомата. Еще есть рукопашный бой. Мы учимся защищаться от нападения с ножом. За 35 лет через мужество прошли 8 тысяч юношей и девушек. Ее основатель Юрий Болдырев вряд ли предполагал, что в будущем для сотен ребят обучение здесь станет не просто дополнительным курсом, а делом всей жизни. Для многих выпускников военная карьера становится призванием. И хочу, чтобы дети, которые сейчас здесь стоят, курсанты, равнялись на своих выпускников, на ветеранов в школе мужества. Гордились, что они учатся в школе мужества, обучаются. Я вот помню, в 88-й год мы именно на этой площади. Нам Юрий Алексеевич вручал значки парашютистов. В честь юбилея организовали масштабный праздник, который прошел на площади перед Музеем Победы. Там работали интерактивные площадки, фотозона и выставка оружия. Не обошлось без концертной программы. Поздравил учеников и преподавателей школы, мэр округа Сергей Петров. Чувство взаимовыручки, физическое воспитание, нравственное воспитание – все это присутствует в школе. Я искренне признателен преподавателям школы, ребятам, которые все это прививают, ветеранам, которые постоянно оказывают внимание в школе. И сегодня мы видим этот замечательный результат. Основа образовательного процесса – любовь и уважение к родине и близким. А главные принципы для курсантов мужества – дисциплина, ответственность и взаимовыручка. Здесь планируют воспитать еще не одно молодое поколение. Мария Константинова, Кристина Пермякова, Олег Левченко. Местное время.